Девочки, на минуточку, посмотрите. Смотрите, какие у нас тут блинчики на масленицу. Я такая злая сейчас, вы себе не представляете. Сейчас обалдеете, сколько они стоят. Они стоят всего лишь... Фух, девочки, это был какой-то квест сейчас просто, я реально не могла понять. Всем привет, мои хорошие. Начинаем новый влог. Забрала дынчика. Смотрите, какие у нас тут блинчики на масленицу. Выглядят, как моя мама делает на самом деле. Сахар как будто. Смотрите, хочется съесть, но они не настоящие. Это хорошие яблочки. Ой, яблочко, попробую. Вкусное? Да, оно не настоящее, Дэнь. А баранки настоящие. Дэня, все-все надо попробовать. Чучево такое. Вкусно, Дэнь? А там что? Варенье какое-то? А, это игрушечная. Просто баночка. Она пустая. Не надо открывать, Зай. Все, для красоты. Блинчик будешь? На. Кушай блинчик. Так. Блинчик будешь кушать? Он невкусный. Он не настоящий, Зай. Но выглядят очень вкусно и тут пахнет. А сейчас пришли домой и я захотела сделать молочный коктейль. Налила молока. Молоко мне вот такое. Три с половиной процента. Два банана кинула. И вот у меня остатки мороженого. Уже скорее бы надо его просто съесть, а то пропадет. Вроде нормально. Еще крем-брюле. Чуть-чуть замешали наш коктейльчик. И я решила, что мы туда добавим еще асаи. Вот так вот ягоды немножко. Он придаст нам цвет. Ну и полезность. Я не знаю, кстати, я немало асаи добавляю. Ну, чуть-чуть нормально. Подумала добавить сюда еще отруби. Но попробовала и решила, что нет. Отруби будут как будто лишними здесь. Девочки, чуть-чуть села батареечка у меня сейчас на камере моей. Поэтому на телефон снимаю. Смотрите, готовлю сейчас курочку. Буду запекать ее в духовке. Залила ее соусом карри. Вот таким вот, да, низкокалорийным. И помните, мне присылали как-то вот такой вот напиток. Это вообще для напитка. Да, то есть можно добавлять в кофе, можно добавлять в чай, можно просто с молоком. Запах специфический, да, напоминает индийскую такую смесь. Вот он, состав вот такой большой. На самом деле, это никогда не было приправой для курицы. Мне это прислали именно вот как. Golden Milk называется. Пить это, есть именно с напиток. Но пахнет, я согласна, очень похоже на вот такую для курицы приправу. Поэтому сейчас я сделаю эту приправу. Немножечко окунемся в Индию. Вот, вкусим эти все специи. И посолить еще надо. И все, буду делать просто вот на противне. Вот здесь бумага, она как-то поплотнее, чем фольга. Вот, и буду запекать. Вот так все посыпала. И теперь... Все это мы с вами вымажем в соусе. Ну и все, наша курочка пошла в духовочку. Ставим теперь мы вверх-вниз. Ой, через выключение сделала, не по-русски. И 220. Вот у нас вот так вот. Так, вот такая у нас курочка получилась. Кожу в любом случае не ем, я ее снимаю. Вот, все такое пропитанное, сочное, румяное, классное. Но я сейчас поела, так что я, наверное, на завтра уже курочку буду пробовать. Сейчас я искупалась, наконец-таки. Чувствую себя, в принципе, хорошо. Вот, и сейчас хочу макаронушки сварить, наверное. Курочка вчера была, надо ее попробовать. И пока уже обед, на самом деле, уже час где-то дня, или даже два уже, пока я искупалась. Я только кофе все пью. Надо уже позавтракать, пообедать. Завтракаю я кофе, получается, да, а обедаю уже чем-то серьезно. В общем, хочу курочку попробовать, как она получилась. Сейчас деньги что-нибудь еще приготовлю и собираюсь поехать в торговый центр, чуть-чуть пошататься. Еще у меня в планах есть к Кристине заехать. Вчера еще думала заехать, но мы посмотрим. Она вроде бы завтра собирается тоже заехать ко мне. И, короче, мы думаем еще, мы в процессе думаем. Либо я сегодня к ней заеду, а она завтра ко мне. Либо, короче, вот думаем еще. Возможно, Кристинку увидите во влоге. Девочки, ну что, я пробую курочку. Она на самом деле бесподобная, отличная приправа для курицы. Вот я буду, наверное, для курицы ее использовать, она мне здесь больше нравится. Девочки, на минуточку, посмотрите. Я разговариваю тут с Любашкой. Любашка, привет. Привет. На кухне сижу, разговариваю. Слышу, ребенок мой, что-то делает. Затих. Он весь кошачий корм разбросал просто по всей комнате. Дэнь, что ты делаешь? Я делаю. Что ты делаешь? Позволь. Давай соб... Кошку кормлю. Да не кошку. Давай собирай все на место и клади на место, зайка. Это не игра. Нет. Это мило на еда. Нет, это не игра. Это не игрушки. Давай складывай все. Трандец просто. Нет. Доброго денечка. Я такая злая сейчас. Вы себе не представляете. Почему злая? Потому что, во-первых, я не могу камеру свою найти. Я вчера подсняла малого. Он рассыпал там всю эту еду кошачью. И все. Я куда-то положила камеру. А сейчас мы к логопеду спешим. Я вчера вообще забыла, что у нас логопед. В 5 часов она пишет. Я вас жду. А мы дома такие. Головь помыла. Просто вообще вылетело из головы, что логопед у нас. Я обычно ставлю будильник, потому что куча событий всяких разных происходит. И вытряхивает, блин, мой мозг весь. И я если не записала, будильник не поставила, все. Пиши пропал. Я уже это сразу знаю. Но она говорит, ничего, давайте на завтра тогда. И вот на завтра мы сейчас записались. И просто лечу, спешу. А я собираюсь еще в торце зайти. То, все, вам поснимать. И в итоге, короче, не могу найти камеру. Все, обыскала. Нет этой камеры. Блин, злая. Выхожу такая. Мы еще опаздываем. Короче, буду снимать на телефон. Надеюсь, не сильно вас будет беспокоить этот момент. Девочки, спонтанное решение. Я решила Дэнечку подстричь. Мы пришли в наш любимый салон для деток. Вот, сейчас быстро подстрижемся. А то, что ходит мальчик, должен быть красивым. Пойдем, зайка. Вот такой лохматенький у нас. Сейчас подстрижемся. А вот и наш мальчик красавчик. Смотрите, какую нам красоту выстригли. И сегодня Дэн впервые вообще не плакал. Крошки, у меня сегодня вообще какой-то экстремальный влог. Потому что у меня постоянно садится батарейка. И в каждом углу, в каждом месте, куда мы остановимся, я пытаюсь зарядить своей зарядкой, которая быстро заряжает. Но все равно за 15, даже 10 минут, которые нас стригут очень быстро в нашей капризульке, на площади Толстого, кстати, мы стрижемся капризуля. Вообще, этому месту не изменяю. Мне очень нравится наш мастер. Она очень быстро стрижет самых даже сложных детей. Мне кажется, что у меня Дэнка такой, знаете, капризный в этом смысле. И сегодня в первый раз он не плакал. Он смотрел мультики, он узнал Наиру. Вот, это наш мастер. И, короче, он молодец он сегодня. Говорит, мам, смотри. Ой, тетя, где мазетки? Иди, теплая, молодец. Нет. Нет? Ты умничка сегодня. А ты как подстригся, да? Молодец. Не плакал, да? Нет, не плакал. Да, вообще не плакал. Уже молодец. Я понимаю, что взрослеет ребенок. Вот. Ну и, короче, я пытаюсь вот это вот, пока батарейка не села, что-то вам подснять. Сейчас мы едем в торговый центр. Да, Дэнк? Да. Что там? Нормально все? Я хочу так вот. Все, поехали? Да. Зайки мои, я приехала в Sunlight. Так, и что мне нужно выбрать? Я вообще ищу, у меня у одного из близких людей скоро будет день рождения. Я буду подобрать какую-то цепочку полновесную. Вот. Смотрим. И себе какое-нибудь украшение, не знаю, колечко или браслетик. Или какую-нибудь подвеску. Здесь есть интересные подвесочки. Снова в Sunlight скидки. Огромный выбор, поэтому я не знаю точно, что я выберу все же. Вот. Ну, в общем, мы с Дэнечкой вот наслаждаемся. Смотрим. В общем, выбрала я такие приколюшки там. Сейчас придем домой, все покажу. Та-да-да-да-да-дам. Я приехала домой и прям сразу взяла с удовольствием эту камеру, чтобы не продолжать вам снимать на телефон. И местечко такое новенькое я нашла. Давайте покажу, что я приобрела в Sunlight. Так. Я попросила мне хорошо упаковать все, потому что одна покупка, это у меня на подарок одному близкому человеку будет. Я решила выбрать в Sunlight именно. И, конечно же, себе маленькое украшение на прошедшее 8 марта выбрала. Итак. Первое, что я вам покажу, это то, что я решила подарить в подарок. Это вот коллекция Золотые цепи Linea. Вот оно. У них фирменный свой пакетик, фирменный мешочек. Это производство, кстати, Москва. Завод, который находится в Москве. Вот такой вот золотой мешочек у них. Вот. Я думаю, что на подарок отлично. Я выбрала вот такую цепочку. Цепочка эта полновесная, 55 сантиметров в длину. И, да, 55 сантиметров в длину. Вес у нее 3,5 грамма, 3,51. 585-я проба. Город Москва. Ювелир-контракт. Сделано в России. И мы как знаем, что российские наши заводы отличные, да, по производству изделий, всяких красивых украшений. Вот. Здесь у нас фирма тоже, вот она есть. Все, пробы все стоят. Все прекрасно. Я Sunlight довольна золотом. Сколько уже беру. Вообще все украшения идеально носятся и идеальные. Вот. Вот такая цепочка. Здесь плетение классическое. Вообще она считается унисекс. Может подойти как мужчине, так и женщине. Разные абсолютно размеры есть. Вот. Вообще огромный выбор там всяких цепей. Это то, что я на подарок выбрала. И мне нравится, что не нужно заморачиваться с тем, как упаковать. Хотя вам в Sunlight могут предложить упаковать так, как вы хотите, да. Но вот у них идет под разные изделия свои фирменные упаковки. Вот. Здесь вот так вот. Мне кажется, очень достойно. Красиво, хороший подарок. Вот. И себе, что я выбрала. Тоже такая вот классическая красная упаковочка с белым бантиком. Открываем. Какой бантик? Коробочка. Что это? Коробочка. Мамин подарок. Подарок. Это мамин подарок на 8 марта. Смотрите, увидите вы. Та-дам. Вау, вы видите? Какая классная подвеска. Я ее когда увидела, обомлела. Видите, да, это очень такой минималистичная такая подвесочка. Она меня прям покорила. И она из красного золота. Есть еще, по-моему, лимонном золоте там. Я подумала, что у меня на шее в основном все из белого золота, да. Но у меня присутствует красное золото на левой руке. А на правой белой. Ну, это может быть говорить о том, что как бы и вот это комфортно, и это разносторонняя какая-то личность такая. Ну, это чисто символично для меня как-то. И у меня вот от того, что здесь у меня все белое, я решила разнообразить. Но смотря каким украшением, не каждое подойдет. Я была очень удивлена. Во-первых, мне это украшение сразу понравилось, но оно было из красного золота или лимонного. Вот. И я такая думаю, дай примерю. Мне очень понравилось, что оно такое минималистичное. И оно очень гармонично смотрится с моим белым золотом, которое у меня на шее украшение. Здесь у нас вес изделия 1,25 грамм. Размер 40. Как раз оно под шею прям идет вот так вот. Ну, леска, да, она коротенькая. На леске. То есть, получается, что просто вот такое, знаете, такой раз. И вот что-то вот... Ну, очень необычно, лаконично, так минималистично. Мне очень нравится. 585-я проба. И это у нас тоже город Москва. Вот. Смотрите, видите, как интересно это смотрится. Единственное, что сюда, это как раз цепочка из Sunlight. Она обалденная. Мне она очень нравится. Но у меня есть еще и подлиннее цепочки из Sunlight. И вот я думаю, цепочку подлиннее сделать. Ну, я вот здесь вас просто акцентирую ваше внимание на то, как красиво смотрится именно розовое золото с белым здесь. Именно это украшение ненавязчивое. Оно не перебивает. И как-то очень даже гармонично, что оно другого цвета. По-моему, очень круто. Если снять, например, вот эту цепочку. Да? Смотрите, вот я уберу вот так, как будто ее нет. Посмотрите, какое классное украшение. Да? Оно вот такое само по себе. Такое... Класс. Очень хорошие скидки сейчас. Очень выгодные цены за 1 грамм выходят. Очень-очень выгодные, я вам скажу. Я сравнивала цены. Ипсенлайт одни из самых низких цен за 1 грамм. Кто бы что ни говорил. Проверьте сами. Ну, конечно же, это все зависит от изделия еще. Да? От самого изделия, от производителя. Также продолжается акция. Если вы скачаете приложение, которое я оставлю под видео, вы сможете получить подвеску в подарок. Я себе взяла, кстати, подвеску. Вот такую вот новую. Обычно, когда я хожу, там на выбор очень много всяких разных подвесок. Мне в этот раз понравилось вот такое деревце красивое. Сейчас покажу. Вот такое деревце красивое. Мне очень понравилось. И я подумала, что будет очень круто. Вот. Подарки всегда радуют. Также, еще и в дополнение к подаркам, у нас есть промокод. Я его здесь напишу. Обязательно воспользуйтесь промокодом. Он дает дополнительную скидку вам на все украшения. Помимо того, что в Sunlight очень много скидок всегда. Ну и приложение вы можете скачать не только для того, чтобы получить подарок. На самом деле, с ним очень удобно. Там огромный выбор украшений. Еще больше, чем вы увидите в магазине. Поэтому, если что-то вы не нашли, или у вас есть конкретное какое-то пожелание, вы для начала можете посмотреть все это дело в приложении. Вы можете посмотреть наличие, заказать какие-то размеры. Заказать в удобный для вас магазин. И буквально они даже быстрее, чем обычно заявлено время. На следующий день или через день. Они обычно быстрее привозят ваши украшения в тот магазин, который вам удобен территориально. Поэтому обязательно скачивайте приложение. С ним намного удобнее. Так, и еще, что мне очень понравилось, девочки. Я решила взять себе что-то из бижутерии. В Sunlight еще есть бижутерия. Я могу покупать серебро. Там, ну, как бижутерию носить, да, допустим. Вот сережки, вот эти Sunlight у меня серебряные. Я их покупала. Очень мне нравятся, блестят, обалденно. И есть еще у них стали. Я тоже покупала некоторые украшения из стали. И посмотрите, девчонки вообще просто балдежные трендовые сережки такие. Вы сейчас обалдеете, сколько они стоят? Они стоят всего лишь 290 рублей. Посмотрите. Класс, класс. Посмотрите, вот эти вот. Вот, и еще из белого. И еще такой дизайн. Я просто обалдела от их цены. Они очень красивые. Я их тоже сейчас одену, померю и вставлю вам сюда. Покажу, как они смотрятся на мне. Очень красивые, трендовые такие, блин, обалденные. И сталь носится хорошо. Она тоже не темнеет. Но, во всяком случае, то, что я покупала, все отлично носится. Вот такие вот мои дорогие покупочки у меня в этот раз в Sunlight. Напишите, как вам мой выбор. Ну, и заходите обязательно в инфобокс. Пользуйтесь промокодом. И скачивайте приложение. И получайте подарки от Sunlight. Ну, а теперь, что я хочу сделать? Я хочу, наверное, что-то приготовить. Сделать заказ. Так как я уже не покупаю, не хожу в магазины продуктов. Я делаю заказ домой. Очень удобно, очень клево. Не нужно таскать пакеты большие. Поэтому сейчас что-нибудь закажу с продуктов. И, может быть, что-нибудь приготовлю. И посмотрю сериальчик. Так что оставайтесь со мной. В общем, крошки мои. Я все еще так и не нашла камеру. Поэтому продолжаю немного снимать на телефон. Я, наконец-таки, досмотрела сериал «Бумажный дом». Теперь понимаю, почему он всем так нравится. И я рекомендую всем посмотреть. Я в сторис уже об этом говорила. Кто подписан у меня на Инстаграм, тот уже знает. У меня даже прям только посмотрела. У меня такие свежие впечатления прям были. И музыка такая играет. И я прям вот говорю, какой фильм, что стоит. Не фильм, а сериал. И стоит его посмотреть на одном дыхании реально. Вот. Сейчас буду малыша купать. От волос. Сегодня же мы подстригались. Красивые. Пойдем завтра в садик готовимся. Вот. В целом у нас все хорошо. Надо наводить порядок мне. Генералить. Залазить во все углы, чтобы найти камеру. Возможно, она куда-то завалилась. И я все жду свою швабру. Мне еще не позвонили. А уже прошло, по-моему, три дня. Я надеюсь, может, в понедельник. Завтра позвонят, что мне эту швабу принесут. И я уже и по пылесосе, и по моему палу как следует. Я прям ждунь-дождусь. Вот. И что? Завтра у меня насыщенный день. Потому что завтра у меня вокал. Записанная. Завтра мы записаны в бассейн с Дэнней. Во вторник я записалась. Ладно, не суть важная. Узнаете потом. Фух. Девочки, это был какой-то квест. Сейчас просто я реально не могла понять, где моя камера. Я... Причем самое интересное, что я никуда не выходила из дома. Я не могла ее где-то потерять или забыть. Я была дома. И я четко помню, что вчера, последний раз, я ее взяла в руки, когда Дэнька рассыпал этот корм. Я сняла и куда-то ее положила. Все перерывала, девчонки. Я уже на завтра не стала оставлять это, потому что на завтра уже должно выйти это видео, которое я вам снимаю. Часть здесь, часть на телефоне, часть на камере. Ну, мне же надо взять эту часть. И просто я сейчас голову ломала. Я в каждую дырку залезла вообще просто. По два, три, пять раз, блин. По одном и том же месте посмотрела. Зуб немного болит. Да, я обещала о зубе не говорить, но он подноет, ноет, настроение мне портит. Короче, девочки, где я нашла его? Просто вот где... Вот можете поставить паузу и просто напишите. Напишите вашу догадку, как вы думаете, где была моя камера? Почему я ее не могла найти? Я тогда ее искала, потом пришла, я ее искала. Сейчас я, блин, полчаса ее искала, девочки. Просто реально голову сломала. Я не знаю, как меня осенило. Я начала смотреть в вещах. Потом думаю, блин, ну я никуда не выходила. Я никакие вещи не одевала. И я вспоминаю, что я была в халате. Халат, девочки, чтобы вы понимали, я одеваю очень, крайне редко. Поэтому мне и в голову не пришло смотреть в халате. И я такая думаю, халат. Я же была после душа. Я была в халате. И я камеру сняла и положила в карман, в халат. И когда я просто рукой залазю в этот карман, я охреневаю от самой себя. Думаю, боже мой. Ну вот так вот все время. Я все, я буду теперь знать, что еще и халат такой вот есть место. Я в Дэнкиных игрушках смотрела. Может, он куда-то спрятал реально везде. Я уже думала, новую камеру покупать надо будет. Ну все, я ее нашла. И я сейчас сажусь монтировать видосики. Сейчас я немного почитаю ваше сообщение. И, может быть, дам немного обратной связи. И попрощаюсь. Решила комментарии почитать. Думаю, что пишут. Смотрю, дизлайки есть больше, чем обычно. Начинаю читать комментарии. И что-то людям не понравилось. Я вообще в этом влоге не собиралась уже говорить о зубе. Ничего. Но меня вынуждают. Я должна дать обратную связь. Какой-то такой наезд. Прямо в начале комментарий. Сейчас я понимаю, в конце, наверное, это вот залайканные все девчонки, которые мне надо проще с Елене относиться. Столько нытья из-за зуба. И так далее, и так далее. Я такой человек. Я такой человек. Для меня рожать проще, чем вырывать зубы. Вот для меня рожать не так страшно. У меня нет страха там. Ничего не боюсь. Я как многие другие, например. Рожать. Как я буду рожать? И у многих это. И мне тоже хочется сказать. Ну что за нытье? Е-мое. Ну как бы я понимаю, что у каждого свои страхи. Кто-то боится рожать, а кто-то боится зубных. А кто-то боится вырывать, как я. Но не так сильно боится идти и лечить. Кто-то в принципе боится зубных. А кто-то боится насекомых. А кто-то их не боится. Все нормально. Я вот такая. Я боюсь зубного и боюсь вырывать зубы. И вот так я ною. И вообще влоги – это обо мне. Я-то вот рассказываю, какая я. За что я переживаю. Чего я боюсь. А как много я боюсь. Да. Вот вырывание зуба – такая, казалось бы, ерунда. Но вот так долго я к этому готовлюсь. Пять дней бессонных ночей. Вот так мучаюсь, страдаю от страха. Не могу ничего с собой сделать. Но все равно иду, делаю. И оказывается, как всегда, все намного проще, чем ты думаешь. Вот так я боюсь. Это вот так я себя накручиваю. Ё-моё, что-то непонятное. Я не понимаю просто к чему эти комментарии. Как будто вы ничего не боитесь. Давайте поработаем с вашими страхами. Давайте вы перестанете бояться того, что вы боитесь. Проще относитесь ко всему этому. Проще, проще. Просто вот прям выбесило. Вот так не понимают. Прямо, смотрите, такие бесстрашные зубы удалятели все. Их как-то вот напрягло, что я так вот переживаю. Поэтому, ну же за ерунда. А я вот такая, я переживаю по поводу зуба. Мне кажется, вот это вот убивает. Убивает. Но если это хейтеры пишут, то ладно еще. А если это пишут люди, которые вот, ну, как бы смотрят меня долго. И вот тут раз вдруг возмущнулись, какая вот я. Я вот такая, блин. И плачу от Димаша, когда пишут мне в комментариях, там, ну, не зашел, не зашел. Ну, тоже, опять же, каждому свою. Кто-то шансончик любит, да? У меня кровь из ушей, когда шансончик играет. К примеру. Я его вот так дома слушать не буду. Бывает, сядешь в такси, блин, просто и уши заворачиваются в трубку от того, что человек слушает. Ему заходит, а мне не заходит. Зато мне заходит Димаш. Я считаю, что это круто, когда заходит тебе Димаш. Но не заходит вам, и ладно. Это не уменьшает его таланты и достоинства от этого. И вот я боюсь зубного. И если кого-то это очень напрягает, о том, что я так сильно тут сгущаю краски над зубным, то, как бы, никого не держу. И я уже даже несколько раз повторилась, что я не столько боюсь там вот самых зубных и вырывать зубы, сколько я боюсь. Это все связано с гортанью. У меня с детства проблемы с рвотным рефлексом. Все, что вызывает у меня тошноту, все, что рядом с гортанью, с носами. Я вообще не представляю, чтобы я сделала себе операцию на нос. Это просто невозможно. Я умру просто там же. Потому что это дыхательные пути. У меня с этим делом проблемы, рвотные рефлексы, дыхательные пути. Есть какие-то вот страхи у людей. Я от этого таблетки не пью, вы понимаете? Я не пью таблетки. Это о чем-то говорит. Я боюсь ими подавиться. У меня сразу здесь все сужается от страха. Это вот такие есть фобии. Соответственно, если я иду к зубному, то тут рядом горло находится. Мне тут что-нибудь положи, тут что-нибудь уронят, кусочек какой-то, щепоточку, волосинка там попадает. Или, я не знаю, или от зуба что-то открошилось. Все, меня вот так начинает выворачивать. Может, даже ничего не упало. Мне, может быть, показалось это. Но меня выворачивает, потому что там находятся какие-то инструменты, какие-то вещества. Кто-то там лазит, понимаете? В принципе, у меня открыт рот, может муха залететь. И все это меня накаляет. И поэтому я особенный такой клиент. Хожу именно к стоматологу, который меня понимает, меня поддерживает. И он не относится ко мне вот так, как многие вот здесь. Не стоматологи. А стоматолог ко мне относится очень даже с пониманием. Есть такие люди и пытаются как-то ко мне найти подход, чтобы меня расслабить. И тебе это круто, я это ценю. Вместо того, чтобы, знаете, заходишь к врачу, а он тебе по щам. Ой, слышь, хватит, давай уже тут это. Вот такие лечат других, а меня лечат другие. Я за это плачу, я хожу в клиники платные. Я не хожу в бесплатные и не требую особого ухода бесплатно. Нет, я иду, плачу, выбираю сама себе докторов, которые умеют лечить и вообще общаться с людьми по-нормальному. И все, которые входят в положение. И вот для меня все это стресс, именно потому, что это находится с моей глуткой рядом. А вообще, с другой стороны, даже хорошо. Вот сейчас я комментарии читаю и продолжаю. И я просто вижу, что это, наверное, не мои девчонки писали. А это, наверное, хейтеры все-таки, я смотрю, повылазили. Повылазили, да, и вот они решили тут вот докопаться до чего-то, да, увидеть, что у меня, меня что-то беспокоит. Зуб! И давай вот здесь еще стыкать зуб, взрослая женщина тут и так далее. В общем, это хорошо, что все повылазили. Сейчас я всех отмечу. И еще дальше читаю комментарии. Многие сравнивают вот зубной врач, да, там удаление зуба, лечение зуба и еще какую-нибудь операцию там или еще что-нибудь там, не знаю, на палец, на, я не знаю, ну, какую-нибудь операцию. Это разные вещи. Вот я могу операцию какую-то где-то, не рядом с горлом, не бояться. Да, она будет под анестезией, да, мне там сделают укол, я не буду чувствовать. Потом эта боль какая-то будет где-то, где-то, не рядом с дыханием, не рядом с гортанью. Это совсем другая боль. И да, это будет больно, неприятно что-то и так далее, но это не зубной. Это вообще какие-то разные вещи такие, я не понимаю, зачем это сравнивать вообще. Вот когда ты идешь рожать, это ни с чем не сравнимо. Это определенное свое что-то, да. Если ты, у кого-то это было ужасно, ужасные воспоминания, и кто-то будет бояться этого, наверное, больше всего. И для кого-то, может быть, это что-то самое страшное. У меня вообще с тем проблем не было. Я родила, рассказывая анекдоты, мы там травили, да, и подсказывая врачам, что «О, смотрите, у меня сейчас схватки, давайте тужимся». То есть я абсолютно в кайфе пребывала в этот момент. Для меня рода это было что-то действительно чудесное. Единственное, что там было, может быть, неприятно, это когда грудью кормила ребенка, да, и прям больно было там первое время, пока вот заживали, да. Кто знает, девчонки, тот поймет. Больно было, когда грудь брал ребенок там, ну, первые три дня где-то, да. Потом кайф, потом кайф, кайф все время, когда грудью кормила. И вот первые там тоже два-три дня, пока восстанавливался организм, было так тяжко. Но это не то. То есть такое я бы могла легко пережить еще, да. А поход к зубному я бы не хотела еще раз переживать. Он будет такой же, точно такой же. И от того, что прошло все это так, от этого меньше страха не становится. Хотела, кстати, я сделать заказ, чтобы мне продукты привезли сегодня. Но телефонные переговоры всякие разные. И, в общем, я не успела сделать заказ. И в любом случае его привезут только завтра. Ну, я сегодня сделаю заказ, отправлю уже. И завтра утром с 9 до 11, по-моему, мне уже должны привезти мой заказ. Ну, я рано встаю, Даньку в садик, поэтому можно. Так можно заказывать. Вообще, я не люблю, когда меня доставщики будят и спрашивают, что вот мне на что заменить. Поэтому обычно я вот так на утро не заказывала. Но с садиком очень удобно. Я уже с 6.30 на ногах. Крошки, еще хотела с вами поделиться сегодня. В общем, я собираюсь, изучаю сейчас наращивание волос. Я в инстаграме об этом уже говорила. Здесь скажу впервые, что я вообще вроде бы как бьюти-блогер-то вообще. Ну, не бьюти-блогер я, нет, не бьюти-блогер. Но я девочка, и бьюти-сематика у меня тоже есть. И бьюти-шучки какие-то делаю, да. То есть плейлист бьюти у меня есть. Но я человек, который, знаете, вроде и то, и то, и то пробовал. И ни разу не наращивала волосы. Я подумала, что надо это исправить. Хочу нарастить все волосы. Начала уже все узнавать по ценам, по всем делам. Вот, уже даже в инстаграме сделала сторис. Мне уже девочки пишут свой опыт. Пожалуйста, пишите ваш опыт, кто наращивал волосы, как долго наращивали, каким способом наращивали. Потому что я знаю, что есть там нано-капсулы, микрокапсулы, ленточное наращивание. Есть вообще какое-то королевское. Мне написали девочки наращивание. Ну, как-то вообще лентой большой идет такой, сплошной. В общем, напишите, кто наращивал и как вам вообще. Как долго вы наращивали и как? Как волосы чувствуют после этого? Как вообще уходят? Поделитесь своим опытом, пожалуйста. Я соскучилась за длинными волосами. И мне кажется, если я даже наращу волосы, я наращу их даже длиннее, чем когда-либо я их отпускала. Не знаю, думаю еще. Мастер вроде говорит 50 сантиметров лучше всего, да? Но посмотрим. И еще вопрос интересный. Точнее, вопрос для меня, для самой. Не для вас. Для вас это будет скорее сюрпризом. Вот. А вопрос для меня, для самой. В какой же цвет я хочу все-таки покрасить волосы? Как я хочу, чтобы было у меня на голове? И под что, под какой цвет наращивать длину? Да? Потому что волосы мы не будем красить наращенные? Мы не будем... Или наращенные, как там правильно, да? Кто знает, напишите тоже. Мы их не будем портить и окрашивать в какие-то цвета. Хотя я так понимаю, что на натуральный волос можно красить, да? Вот. И поэтому мне нужно определиться с цветом, чтобы, я так понимаю, коррекция там раз в два месяца. То есть, ну, полгода, наверное, я, в принципе, не буду красить волосы вообще. Да? Что-то типа того. Я думаю, ну, не знаю, я еще проконсультируюсь. Ну, и в общем, на самом деле, я сначала хотела розовый цвет. Потом думала, какой-то градиент сделать. У меня все время меняется. У меня каждый день меняется, как я хочу покрасить волосы. Потом решила наращивать и думаю... И вспомнила я, что я в Инстаграме подписана на одну девочку. И подписалась я на нее, она прям девочка-девочка. Я не знаю, сколько ей там, 19, наверное. У нее очень красивое окрашивание волос. Я сначала думала, что у нее натуральные волосы такие. Думаю, блин, как бы я хотела вот так вот под натуральные. Это было бы очень круто. А потом я увидела, ну, уже начала за ней следить. Ну, в сторисы, да. И я увидела, что она окрашивание делает волос. И у нее вот такое красивое окрашивание. В общем, я с этой фотографией вам показывать не буду. Хочу, чтобы для вас был сюрприз. Когда я покрашусь, когда мы сделаем итог до и после, я хочу, чтобы для вас был сюрприз. Если мы выберем именно так, да, краситься. И вы тогда увидите, какая я стану. Вот. И подойдет мне, не подойдет. В общем, зацените. Я прям приду к Мише с фотографией. И скажу, хочу вот так. Если мое желание останется еще до того времени, да. Вот. Ну, я планирую все. У меня есть время на размышления. Я планирую все это дело где-то к концу. К концу месяца, может быть, к началу апреля. Как шутка будет такая, да, 1 апреля. Вот. Такие дела, мои хорошие. Пишите свой опыт, пожалуйста. Мне это очень любопытная и интересная тема. Ну, вообще, мне хочется привести себя в порядок. Что-то мне в последнее время пишут прям. Ну, это не из-за этого даже, да, что мне пишут, что я как-то там в последнее время плохо выгляжу. Там что ли, устаю, не высыпаюсь. И вообще что-то как-то подзабросило себя. Ну, немного пишут, но есть кто пишет, я замечаю. Но я, на самом деле, сама вижу, да, сама вижу, что мне просто некогда пока с собой заниматься. Но солнышко на дворе. И у меня какие-то такие, опа, надо, надо. Но у меня, видите, то зуб. Я бы в солярии уже сейчас начала ходить. Немножко набрала бы загарик. Подзолотилась бы. На ботокс надо сходить. Я же все так еще не пошла. Не получилось. Но сейчас от того, что болит зуб, я все отменила. Я хочу, чтобы мой организм настроился на то, чтобы сейчас это все зажило, вылечило. А после этого мне идти на лечение зуба. То есть, в общем, все это дело отодвигается пока. Но у меня впереди. Хочу сделать ботокс. Хочу нарастить волосы. Сделать окрашивание новое. Хочу сходить в солярий. Набрать загары немного. Татуаж обязательно. Бровки впереди. Чего еще? Господи, что у меня? Мусор на голове какой-то. Чего еще? Чего еще можно сделать? Ноготочки вот сделай. Да. Освежить, обновить уже надо. На днях сделаю. Вот. Красотка буду. Все, мои хорошие. В общем, я с вами прощаюсь на такой вот позитивной ноте. Сделала вам это. Спойлер небольшой, да? На будущее. И, кстати, с Кристиной мы сегодня не увиделись. Мы созвонились. И, в общем, решили, что она собирается в ближайшее время в Ростов ехать по делам. И мы решили совместить приятное. Это я с полезным, с ее делами. И, возможно, она ко мне приедет в гости. Вот. Поэтому в ближайшее время, я думаю, Кристину вы обязательно увидите у меня в гостях. Ну, или все-таки я к ней приеду. Посмотрим. Мы все не можем пока определиться. Пока у меня дела, какие-то у нее дела. Не можем состыковаться. Но скоро будет она. Все, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Прощаюсь. До следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok